В Национальном антикоррупционном бюро заявляют об открытии уголовного производства против народного депутата Вадима Рабиновича. Речь идет о незаконном обогащении. Тем временем, НАПК уже начала полную проверку его декларации за 2017 год. В чем именно подозревают депутата и чем это может ему грозить, подробнее в материале. За вранье придется ответить. Национальное антикоррупционное бюро занялось одиозным нардепом Вадимом Рабиновичем. Правоохранители открыли против лидера партии «За життя» уголовное дело за незаконное обогащение в особо крупных масштабах и ложные данные в декларации. Вот документы. Это уже четвертое уголовное дело против лидера партии «За життя». Напомню, общественные активисты, журналисты и депутаты уже не раз заявляли о сокрытии Рабиновичем своих реальных доходов и расходов. В частности, он забыл указать, что арендует вот эту виллу под Киевом за 10 тысяч долларов в месяц. Или задекларировать свой отдых на одном из самых дорогих израильских курортов в Герцле в прошлом сентябре в разгар парламентской сессии. И новогодний отдых в Сингапуре и Таиланде на яхте, который обошелся ему в миллион гривен. Уже в этом году лидер партии «За життя», называющий себя нищим, оказался посреди очередного громкого скандала, когда выяснилось, что в феврале он летал в Женеву на частном самолете, заплатив за перелет туда и обратно полтора миллиона гривен. Где и у кого взял деньги, теперь выяснят правоохранители. На ПК уже начало полную проверку декларации депутата за 2017 год. К сожалению, многие из тех, кто стремятся сегодня попасть в новый украинский парламент следующего созыва, это мультимиллионеры и мультимиллиардеры. К сожалению, эти люди сегодня скрывают свои настоящие доходы. Иконой такого политического цинизма является Вадим Рабинович и вся его компашка, которую он называет якобы партией «За життя». Мы обратились в НАЗК, НАБУ, СААП с тем, чтобы они расследовали результаты наших исследований, нарушений, которые он допускает, не декларируя свои замки, свои самолеты. Я хочу, чтобы лично президент, премьер-министр, первые лица силовиков взяли под контроль эту ситуацию и расследовали, вывели на чистую воду этого далеко не чистого и далеко не украинского политика. СМИ уже писали о том, что финансирует Вадима Рабиновича и его партию «За життя» российский бизнесмен Павел Фукс, с которым они и летали в Женеву. Последние годы Фукс активно помогает Виктору Януковичу спасать свои активы. В частности, выкупил из Сбербанка его ценные бумаги. Также пытался купить в Украине Проминвестбанк. Однако не получил разрешение НБУ, так как не смог объяснить происхождение средств. От Фукса Рабинович получил как минимум 22,5 миллиона гривен. Украинский нардеп оформил их на жену, якобы как задаток за продажу их земли, по цене в 10 раз выше рыночной. Деньги перечислены, однако сделка так и не состоялась. А вот и сама земля в Иванкове под Киевом. Эта махинация далеко не единственная в послужном списке Рабиновича. Еще в апреле в НАПК нашли признаки коррупции в его декларации за 2015 год. Он указал, что частично владеет компанией «Ньюснетворк». Однако, как показала проверка, владел ей полностью. Что еще забыл задекларировать Рабинович и за какие услуги получил миллионы, теперь выяснят правоохранители. Эти факты могут стоить ему не только депутатского мандата, но и вылиться в вполне реальный тюремный срок. Как заявляют нардепы, уже этой осенью ГПУ готовится подать представление в Верховную Раду о снятии с Вадима Рабиновича депутатской неприкосновенности. Тогда же депутата могут лишить и украинского гражданства, ведь, как известно, Рабинович также является гражданином Израиля.